приветствую вас и первый вопрос который нужно себе задать это такой чего я хочу от отношений чего я хочу как женщина от мужчины что мужчина хочет от меня как от женщины и могу ли я дать мужчине по полном объеме то что он хочет получить вот эти вопросы на мой взгляд являются основными они являются самыми самыми важными необходимыми для того чтобы отношения были хоть сколько-нибудь долгосрочными хоть сколько нибудь серьезными хоть сколько-нибудь жизнеспособными следующие вопросы на мой взгляд немножечко менее важные менее фундаментальные но тем не менее все равно очень актуальны а готовы ли я принимать мужчину таким как он есть хочу ли я его менять если хочу тот ли чего для него или для себя готов ли мужчина меня принимать такой какой такой какая есть хочет ли он меня менять и если да то почему ответ на эти вопросы поможет вам лучше понять степень и искренности в отношениях на данный момент и не нужно считать что если какой-то на какой-то из этих вопросов ответ будет положительный именно на вторую группу то это плохо например если мы не готовы принимать мужчину таким как он есть допустим или мужчина не готов принимать женщину такой какая она есть то в этом нет ничего страшного при наличии чувств со временем это произойдет если вы хотите менять любимого человека то в этом тоже по своей сути ничего плохого нет потому что со временем это может произойти и отношения построить невозможно без своего своей обратной притирки характера если нет этой притирки то вы никогда не узнаете границы друг для друга у себя не знаете что можно чего нельзя как можно поступать как поступать нельзя вы никогда не узнаете друг друга если будете протираться а придирки всегда споры на какие-то разногласия разногласия это и есть по своей сути желание изменить человека подстроить его свои нужды так что относиться к этому нужно как к явлению естественному особо особенно если отношения благословения срочные особенно если вы планируете с этим человеком быть не один месяц и не год и быть к этому готовы но эти вопросы нужно себе задать чтобы иметь представление о том как вообще будете себя вести в отношениях и последний вопрос точнее последняя пара вопросов который нам на мой взгляд кажется также мне очень важный а заключается все вот в чем какое положение я хочу занимать в отношениях с мужчиной и какое положение в отношениях со мной хочет занимать мужчина речь идет о подчиненной равноправной и доминирующей роли ну на очень чётко возможности конечно представлять себе какую роль вы хотите играть хотите ли вы рядом с собой иметь мужчину мужчину партнером Хотите вы рядом с собой иметь мужчину доминанта, хотите вы рядом с собой иметь мужчину подчинённого, и в зависимости от этого нужно и исходить во взгляде на отношения с вашим молодым человеком, потому что если вы хотите, допустим, чтобы ваш мужчина был вам равноправным партнёром, а мужчина хочет быть доминирующим, то возникнут разногласия. И да, разногласия вы, конечно, сможете преодолеть, но, во-первых, на это нужно время, во-вторых, для этого нужны чувства терпения и выдержка, и в-третьих, если вы не будете знать, ради чего вы участвуете в некоторых конфликтах и согласиях, то, как следствие, вы не будете понимать ради чего ссоры, потому что каждый ссор, каждый ссор, каждый ссор, каждый конфликт, что-то даёт. И вам необходимо понимать, для чего вы это делаете. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина был вам равным партнёром, и вы видите, что молодой человек готов к этому, но он этого не признаёт, не признаёт, то вам придётся он ставит свою точку зрения. И в зависимости от того, насколько вам это важно, или насколько это важно ему, чья-то точка зрения будет более жизнеспособный и победит. А от шляпы, с точки зрения, проиграет. И в вопросах любви, в вопросах личных отношений нету победивших и проигравших. Есть то, что важнее. Если для вас что-то важное, и вы считаете, что это необходимо вам для счастья, то необходимо в первую очередь донести это до мужчины, например. И мужчины желают сделать для вас всё. Это осуществит. Но не нужно думать, что это произойдёт сразу, со временем. Постепенно это случится. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.